Добрый вечер в студии первого Дина Рустак с обзором основных событий. Вначале коротко о главных темах выпуска. Электричество подешевеет. Будем ниже платить, что будет какая-то экономия в семье, в бюджете. С 1 февраля снизятся тарифы на электроэнергию. Язык до протестов доведет. Нам говорят европейские страны, европейские ценности. Да пожалуйста, Швейцария 4 языка. И никому не мешает. В двух районах страны прошли митинги в поддержку закона о функционировании языков. Родной двор – уютный двор. В этих дворах будут делать, ремонтировать дороги, будут делать парковочные места, будут озеленением заниматься. ПСРМ назвали адреса столичных многоэтажек, в которых в этом году проведут работы по благоустройству. Нацагентство по регулированию в энергетике утвердило сегодня новые тарифы на электричество, которые вступят в силу 1 февраля. Граждане будут платить за свет от 2,5 до 10% меньше. Бытовые потребители, обслуживаемые компанией «Премьер Энерджи», подключенные к сети низкого напряжения, будут платить с 1 февраля на 17 банов меньше – 1 лея 51 бан за киловатт-час, вместо 1 лея 68 банов. Для потребителей, подключенных к сетям среднего напряжения, тариф снизится с 1 лея 32 банов до 1 лея 25, а высокого напряжения с лея 17 до 1 лея 14 банов за киловатт-час. Между тем, потребители, которых обслуживает компания «Фурнизария Энерджи Электричи Норт» и подключенные к низковольтным распределительным сетям, будут платить на 10 банов меньше – 2 лея 4 бана за киловатт-час. А тариф для подключенных к сетям среднего напряжения снизится до 1 лея 43 банов, на 13 банов меньше. Люди говорят, что это новость им по душе. Будем ниже платить, чтобы какая-то экономия в семье, в бюджете. Так что, думаю, что это очень хорошая идея. Меньше буду платить электроэнергию. Снизятся тарифы на электроэнергию – это чудесно. Это нормально, и они должны быть снижены. Потому что все и на газ, и на электроэнергию, и на теплоэнергию – это надутые. Это неправильные тарифы. Там все люди понимают, что там накручено, все, что там наворовано. Конечно, хорошо, что плохо. Конечно, ведь мы платим с пенсии. Напомним, в прошлом году тогдашний президент Игорь Дадон потребовал снизить тарифы на электричество для потребителей в связи с падением цен на нефть, валютным курсом и снижением закупочной цены. В последний раз электроэнергия дорожала в августе 2019 года при правительстве Майя Санду. Тогда тариф увеличился почти на 17% до 2-23 леев за киловатт-час. Высший совет безопасности.